Субтитры делал DimaTorzok Купленного у которого 550 тысяч подписчиков за 14 часов Какая-то серия Revelation собрала 892 просмотра То есть, понимаете, да, что 892... То есть, меньше тысячи просмотров При полумиллионе подписчиков это провал Я думаю, что виновата в этом в основном сама игра, конечно Хотя, вот, трудно сказать, вы знаете Некоторые подписчики готовы смотреть всё подряд Любая игра Важно, что, главное, играет человек Говорит, а во что, не важно То есть, пофигу вообще, на что смотреть Кому-то, вот, по-другому, что Вот, неинтересная игра Я смотреть слушать ничего не буду Вот, видимо, укупленного 550 тысяч таких Либо воображаемых, конечно, и накрученных Так, ладно Всем нашим, которые это найдут Записка от Гейба Нас доставили на этот остров Против нашей воли Нас зовут Нил Фишер Педро Фернандес Эдвард Томпсон И Габриэль Чавес Ну, двое из них, походу, кубинцы, судя по именам И все они мужики Поэтому я бы опасался Педро Фернандеса на их месте Не знаю почему, но я уже не доверяю этому чуваку Так, у нас нет координат нашего местонахождения И я не знаю, есть ли здесь кто-то, кроме нас Вдали кто-то есть Не могу понять, человек это или животное Слышу ужасный дикий вой Там, как минимум, несколько возможных врагов Нам на запястье надели какое-то говно От неизвестной женщины мы получили сообщение о том Что нам надо идти к какому-то восику Не знаю, как правильно пишется А если вы нашли... А, если вы из наших и читаете эту запись Встретьте нас у этого восика Берегитесь, будьте на чеку Хуго Чавес Восик Что за слово дебильное? Восик Слушайте, откуда он нож достает постоянно? Почему он, сука, постоянно оказывается с ножом в руке? Оп 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 Понятно Удобно Я вижу О, да это же этот Который в куртке бегал, азиат Мастер рукопашного боя Или нет? Эдвард Томпсон Эдвард Томпсон Работал в террасейф Продажа сейфов По всему миру Блин, это, который, видимо, темненький был Мастер рукопашного боя, который так мужественно ворвался в ту комнату, не мог Не мог умереть Он как Чак Норрис, один бы их в рукопашную всех порвал Самый удивительный контраст, это после игры вот в этот Resident Evil Ой, опять все задерглось Он пердет, терпеть, что делать А, думаю, что туман рассеется и станет все нормально, как было Ой, да это же опять эти Самый удивительный контраст, это после этого сериала смотреть ходячих мертвецов Потому что Там эти ходячие мертвецы просто Ходячее мясо, они не оказывают никакого сопротивления Хрена, я ему геморрой проткнул И он умер, что ли, от этого? Офигеть Вот они какие Ахиллесово места, оказывается, у зомбарей тут находятся теперь Не мозг, не спинной мозг А какой-то пузырь на жопе Живем прям по заветам создателей фильмов И игры Нет, в принципе, в игре никогда не говорили, что надо в голову шмалять Там, если отстрелил голову, то только удача была в первой части Все в ремастеринге в этом убедились А вот прям в кино, одна пуля в голову, и все, и зомби лежит Что-то не узнаю это место немножко Мы что, за баб здесь не бегали, что ли? Или тут все разнести успели До прибытия Барри Давай, медвежонок, я тебя ловлю Но, впрочем Могу и не ловить Так Да что ты, блядь, говоришь? Хуеть можно, как ты узнал-то? А, это все твое третье, третье, седьмое чувство, или как там? Сюда мы не можем вылезти, да? Я надеюсь, что на корточках он ходит так же бесшумно, как и шагом Потому что на корточках он ходит быстрее А вы на физкультуре наверняка Ой, нахера гусиный шаг? Дерьмо, не хотим Неудобно А вон, эксперт по гусиному шагу, по стелсу зомбарей мочит Вот так вот Блядь Обожаю скриптованный стелс Круто Я могу его, конечно, вообще не убивать Тем более, что этот какой-то новомодный мутант Монетка, смотрите Ну, пожалуй, все-таки завалю эту падлу Просто для эстетики Для порядка Так, ну, монетку при всей своей щедрости на растрату патронов я разбивать не буду Ибо я не вижу в ней смысла никакого Я, наверное, единственный, кто не оценил эту идею в четвертой части Когда появились вот эти вот монетки, которые надо разбивать Я еще подумал, боже мой, какая глупость В принципе, я гораздо раньше подумал это о том, когда у убитой вороны выпали из жопы сначала патроны, а у следующий бриллиант Вот это было действительно странно Нет, ну, с другой стороны, эти вороны же любят все, что блестит Почему они не могли? Дымовая завеса затруднит врагам обзор Ага А мы-то через дым нормально видим, да? Еще один Это что, был листик ганжа только что на экране? Верните Верните, как оно было Так, ну я думаю, сначала мы займемся Оу Что это ему моча в голову ударило? Кстати, хорошо, что я сначала начал Мне кажется, у меня на момент концовки в прошлый раз не было патронов Интересно, а Клэр с этой бабой, со второй Могли бы остался убивать, нет? Или это только Барри такой крутой? Просто было много эпизодов, когда бы это сэкономило мне много патронов Возможно, и спасло мне жизнь Бросок кирпича Здесь бросок кирпича происходит автоматом, как только кто-то выпрыгивает Поэтому Бросать его умышленно я не вижу смысла Ура Почему-то всегда в краешек попадаю, хотя целюсь до последнего Ящик патронов к пистолету Вот что не видел, того не видел И сколько? И нисколько Я чё-то ни хрена не понял Чё за А, теперь можно распределять оружие уже не только в верстаке, да? На ёбочка вышла, господа Я вот специально смотрел, когда подбирал ящик патронов Сколько у меня их было? 9.18, стало 9.18 Мне не дали ни одного патрона из этого ящика Насколько я вижу И самого патрона тоже не вижу Самого ящика в инвентаре, вернее Бывает же такое, да? Прикиньте, совпадение Ну, он пойдёт дальше патрулирует Заклинило, наверное Этот ящик патронов, видимо, сломал всю игру Получи Закупок А, так А, я вижу, что здесь есть клетка Значит, мелкую нельзя подсадить Чтобы она там всё мне нашла Ну-ка Патроны к пистолету 15 штук Вот сейчас сразу прибавили О-го-го-го-го-го-го А мелкая может их сзади атачить, интересно? Боковое зрение у него тоже отсутствует Потому что я сейчас так вышел Беспаливно Рубин. 250 нахер ненужных бонусных очков. Понятно. Щедро, щедро. Где-то ещё один звякает цепью. Возможно, что внутри дома, потому что снаружи-то уж точно нигде быть не может. Либо это звяканье цепью это часть звука игры. Бежонок, ты залезешь? Давай тупышкой полезли. О, ещё монетка. Ну, смотрите мне. Стоит перестать собирать игровые бонусы, блядь, как они нахрен на каждом углу начинаешь их находить повсюду просто. Это закон игры, а как вы хотели? Вот когда думаешь, о, буду собирать, что-нибудь дадут. Хер, что найдёшь. Только случилось вот это вот, дано его в жопу. Пошло, поехало. Вот они. На тебе и такие, и вот такие монетки, блядь, и плюшки. Что? А, всего 42 патрона. Хорошо. Возможно, что ящик с патронами должна была подбирать девочка. Тогда бы он её... О, тогда бы он у неё в инвентаре нарисовался. У меня подобрал сразу барри и сломал систему игры вообще наглухо. А может, я просто не заметил. Ящик патронов мне дал два патрона, и я просто прохлопал. А, ну, в любом случае, вы можете подискутировать на эту тему в комментах. Я-то забуду пересмотреть этот момент с патронами. Просто моё еврейское сердце сжалось. А в каждом из нас дремлет маленький еврей, когда вас наёбывают на ящик патронов, он просыпается. Так, у меня есть ключ. Я надеюсь, что этот ключ от Порш Каена, на котором мы сможем уехать отсюда и никогда не возвращаться. Но, к сожалению, все ключи в этой игре это каких-нибудь ржавых ворот, сраных дверей и прочих прикольных штук. Да. Ни одного, ни одного патрона я не потратил, при этом убил всех врагов, и при этом я ненавижу стелс, я не умею в него играть, мне нет сухотерпения. Но даже я с этим справился. Уху, да. Что показывает, что игра классно сделана. Это такое доказательство. Но если был стелс трудный, вот я бы трудный стелс, я бы не оценил. Что странно, ничего не происходит. Наверное, Клэр и Мойра всех перебили, Барри вообще ничего не осталось больше. Не с кем повоевать этому бывалому кавалеристу. Давай лапу, медвежонок. В прямом смысле. Хердык. Он так делает вид, что ее поймал, на самом деле она так, как матерый десантник, просто проседает. Монстер! Какой? Что? Где? Только не говори, что он невидимый для меня, а ты его видишь. Потому что тогда возьмешь ствол в руку и будешь стрелять. Смотри, ты не видишь? Так. Жопа. Вы-ка, давайте. Что за FF? Что-то здесь можно было сейчас сделать. Передумали. Что за прикол-то? Что за FF? Где-то какая-то... Выглянуть, наверное, можно было. Может, нельзя. Не понял. Я нажал на кнопку и Барри выхватил пистолет. Может, он теперь стрелять будет? Что-то это вот реально русская деревня. Вот реально она похожа на русскую. Дома только плотно стоят. И заборов мало. И огородов нет. Но домики похожи. Барри, есть что-то там. Я не знаю, что ты видишь, но поднимай мне на него. Это будет ближе. Это будет ближе. Вот оно. Это будет ближе. Смех! 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 Инвизиаблые монстры. О, это будет круто. Кто-то реально трэшил этот дом. Что за хуето? На постном масле, блядь, что-то было-то хоть дерьмо кусок. Записка Педро о браслете. Вот, Педро, видите, уже что-то пишет. Остальных всех, кто умел писать, убили, видимо. Браслет, что мне на данный момент удалось узнать. Внутри есть GPS-трекер. Возможность для отслеживания наших перемещений. Это приемопередающее устройство. Мы слышали ее, и она слышит нас. Сигнал идет с возвышенностью в центре острова. Должно быть с той странноватой вышки. Не сомневаюсь, что и она там. Похоже, браслет отслеживает и наши жизненные показатели, с какой целью. Она не шутила, сказав, что заразила нас вирусом. Ни хрена себе! Что же нам делать? Радоваться ты поссорее. Гаджет дали бесплатно. Следит за твоим состоянием здоровья. Внутри GPS. Что тебе еще надо, собака? Скажи спасибо и иди себе дальше. Хвастайся девочкам. Я не такую таску никогда не видел. Проверим... Проверь... Просканируем комнату на наличие невидимых мобов. Нету. Круто, да? Так... Ослабление отдачи, уровень 1. Даже не знаю, что за, блядь, ослабление отдачи и куда оно нужно. Давайте, может, в снайперку вставим. О, ёпта, как ты работаешь-то. Не вставляется в снайперку, походу. Давай в пистолет. Тоже не вставить. Давай автомат. Потрясающе. Вот это гаджет. Так, наверху тоже что-то было, да? А, там кнопка. Прикольно. А, так... Я бы назвал это геморройный спринт. Что-то где-то здесь невидимка показалось. Так... О, на три замка закрыт. Тут, наверное, просто эскалибр короля Артура спрятан. Короля Артура Блэксильвера. Там Вантус. Правгрейженный. Ха, сука. Ха, сука. О, боже, ну. О, с первого раза, смотрите. Блин! Сука. Это тонкое сканирование. Очень тонкое тут надо. Э, нет, торопиться не надо. Наша Маша, давай. Ну, хоть с самого начала все три замка не надо открывать. Что это такое? Ящик с редкими деталями. Ну, сейчас мы еще и редких деталей во что-нибудь вставим. И все. И будет просто... Просто я не знаю, что будет, блядь. Мне даже слов не подобрать. Улучшение... Оглушение! Нихо... Что это я не понял? Хуя себе у него в пистолете слотов. Улучшение способностей оглушения становится сильнее с ростом уровня. Чушь какая-то. Не знаю, что за оглушение. У меня, по-моему, не прокачено. Я думал, просто буду стрелять и они будут глохнуть. В смысле, оглушаться. Видимо, я слишком многого охачиваю от этой игры, да? Топаз. Классно. Уже можно такое колье у антикваров заказать. Так, сюда никак. Как же они спаслись? А, лестница. А что, лестницу типа не оторвали? Тут же все уже разрушилось. Да, нет тут никакой лестницы больше. Пара-пара-пам. Что делать? Забари, вот, забари, вот постоянно вот эта херня, что непонятно куда идти. Просканируем. Нормально. Сканер, сканер. Оп. Мы эхолокаторы, которые уши уловили. Почему-то медвежонок не может сюда залезть. Ты что отойди, блин? Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Кривоножка, давай. Ой, я увидел кусочек ее жопы. Эта херня за забором или нет? Пока что за забором. Вот теперь она выходит из забора. Сука, по-русски научись говорить, каза, блин. Сука, по-русски научись говорить, каза, блин. Тут уже все украдено до нас. Черт, нахер тогда дом открыт. Завалили бы ему ворота. Контрольный. А, здесь не обязательно было идти по лестнице. Может, было по земле промчаться, что ли? В смысле, за компанию, за девочек. За потаскушку и убивашку. Тик. Я пришел сюда когда-то. Мойра может быть здесь тоже. А вот у мужика, вот мужик, потому что мужик, он может сразу сам себе светить фонариком и стрелять. Причем фонарик не занимает рук. В то время как Клэр нужна Мойра для того, чтобы орудовать фонариком и гвоздодером. А, да, это собака спит. Сделаем так, чтобы эта тварь никогда не проснулась. Собака-то похожа на какой-то мешок картошки, блядь, с ножками. Да, никакого эффекта оглушения я как-то не вижу пока что. Хотя вот та муха, она упала на пол. Либо она залегла. Вот предыдущая. Какой-то момент. Да как она замерзнет, ты ж посмотри на нее, она одета прямо на... Для экспедиции в тайгу. Они умерли. На серой земле. В Америке что? Я извиняюсь. Никто этого не могло быть легко. Ты тяжелая девочка. Спасибо. Спасибо. Это люди, как мне, чтобы защитить людей, как ты, от био-террористов. Мы не должны оставить тебя вниз. Так, куда ты пошел? Терра-сейф Павана. Я извиняюсь, Наталья. Я не хочу спросить больше. Что происходит? Я ждала тебя. О, какой-то... Меня Дарт Вейдер ждет, слышали? Давай, уладим это как настоящие джедаи. О. Надо успеть увольнуть эту тварь. Это не ты меня ждал, нет? Ладно, передай послание тому, кто это был, что с ним будет то же самое. Вот я вижу чьи-то... Чьи-то копыта лежат. Получи в пятку, как охилец. Найс, а не надо ждать за нас. О, боже. Чьи-то... Что это он... Он тяжело переносит потери головы? Нет. Он быстро сориентировался, что меня надо пиздить. Я понял, ему надо так или иначе расстрелять вот этот пузырь. Но когда он дает поджопник, пузырь появляется именно на жопе. Вот такой сильный удар ногой у Барри. Ёпта, здесь еще и вниз, и вверх. Куда идти? Кто внутри? Че ты меня пугаешь, дура? Ну, кто бы там ни был, он получит из магнума. На, ёпта. Заебал ты так делаешь, блюда, конец. Я вижу ту помидорку, блин. Ладно, ладно, полечимся. Уговорил Барик, уговорил. Убазарил ты меня. Правда, он полностью не вылечился, судя по красной окантовке экрана. Смотрится, как просто рамка какая-то. О, карта же есть. Карта города. Берем, потому что бесплатно. Более, что почитать в сортире. Блядь, да что ж ты нахуй будешь делать-то, ёпта? Что он будет делать, я знаю. Как-нибудь можно к ним сзади пристраиваться, чтобы убивать их? Быстро и безболезненно. Видимки-то, походу, кончики, да? Заебал, что за рывки, блядь, ублюдок, нахер, а? У них что, у всех геморрой на правой ноге? Нет. У этого, смотрите, до последнего не нашёлся. Это что за хуйня? Вау, она бросила кирпичного. Сама. Из подсказок. Да, этот урод стоил мне целой кучи патронов, хочу заметить. Хочу заметить, что у Барри монстры, враги, намного сильнее, чем... Что я вижу? Что я вижу? Барри ровесник этой снайперской винтовки, поэтому они хорошо, хорошо с ним управляются. Так, этого надо хоть ты выебись, но валить по стелсу. Другой вопрос, что не видно ни хрена. А на девку можно перек... Миссия провалена. А, у вас двое было с самого начала. Миссия была обращена. Да. Ты куда, дура? Оу. Не спрашивайте, почему я схватил снайперку и так мастерски из неё выстрелил. Это всё аймбот, пацаны, это всё аймбот. Аймбот. Ну хватит кряхтеть-то уже, господи. Так, ну что ж, мы стали полноправными обладателями этой зачищенной территории. Чё тут есть прикольного? Здесь даже стеклянной тары даже нету, чтобы её сдать, пойти. Ну мы могли бы, кстати, бросить сюда дымовую гранату и убежать. А что-то они доверяют их дымовой гранате. Пули как-то надёжнее. Ну. Опять мой любимый взлом. Оп, не туда. Блять, такая. Ты чё там, сними свои варежки, ёптать, может нащупаешь лучше коза. Есть. И... Как будто мину разминируется так тонко. О, что это такое? Эластичный пакет Натальи. Чё вы в пакете-то? Может патронов мой ящик, блять, обещанный, а? Может ни хрена? Наверное, ни хрена. Но я думаю, что дальше, господа, мы уже пойдём в следующей серии и добьём. Всё равно за один заход не пройти. Здесь компании стали чуть длиннее, чем были раньше. Поэтому жмите на рекламку, что-нибудь пишите. Ух, адьё.